всем привет мы не дома очередной кусочек леса красивый там видите с какими-то дорожками мы с андреем и коней выехали в пенсионный фонд сейчас расскажу зачем это сделали и что мы там делаем может быть вам тоже это будет полезно я решила часть материнского капитала использовать на оплату обучения для вани наша школа она не принимает оплату материнским капиталом потому это мы использовать не можем но войны переходит восьмой класс а это идеальный класс для начала поиска направления куда дальше пойти учиться до в институт или в колледж ну кто куда хочет и восьмом классе очень здорово как раз пройти разные профориентации тесты консультации с психологами чтобы найти свой путь то есть почему у тебя есть склонность что тебе на самом деле интересно к чему у тебя есть способности и чем-то правда долго сможешь заниматься чтобы не было так что ты отучился вышел на работу и учиться было еще интересно а вот работать уже не можешь ну или даже на этапе учебы чтобы не было такого выгорания что понял что не твое и этим не можешь заниматься поэтому мы с вами решили ну на пробу пойти в такой центр максимум но интересный такой центр филиал сколково там такие новые разработки интересные программы и там все обучение начинается с профориентации мы прошли там на бесплатном этапе тест как по профориентации тест интересные получились результаты я вам кстати вставлю в это видео у нас есть результат это вот природа хитом учили вот его не прямо интересное направление выявились то есть мы сначала были уверены что ваню нас идет по папинам стопам в историю мы не до конца еще тут вариант так сказать отложили но ведь история это же ему не просто специальность то есть ты или преподаешь историю с преподаватель или это журналист или даже в политике да с этим работаешь но многие там дипломатия переводы но много есть направлений где история востребована аут вани пока как-то к этим направлением душа не лежит зато выявились другие направления например там сельское хозяйство но мне кажется с этим они погорячился как-то не особо то интересуются этим всем ну хотя тоже надо попробовать где-нибудь протестировать потом там айти технологии это как-то ближе он сейчас все-таки эти видео снимает интересный монтаж какие-то программы сейчас мне все нравится ну в общем вот там компьютерные игры опять таки так что общем будем смотреть как раз восьмой класс он идеален для этого выбора так что думаю мы не только вот в этом центре максимум пройдем проф тестирование я еще поищу варианты еще пообщаемся с другими специалистами поищем вами как идет подготовка подготовка делится но по сути вот на эти четыре года восьмой класс ищем себя а готовим русский и математику потому что там нам сказали я не знал очень интересно что после девятого класса этот тест ОГМ там программа по седьмому классу то есть вот по седьмому классу включительно по русскому и математике то есть вот эти вот восьмой и девятый не включаются в программу для теста поэтому уже в восьмом классе можно эти предметы подготовить девятый класс идет уже на тест по профильному предмету то есть ты уже восьмой класс выбираешь свое направление понимаешь куда ты будешь в итоге поступать какие у тебя нужны для этого предметы, и вот русские математики уже у тебя подготовлены, и готовишь профильные предметы, кстати, не помню, один или два, ну, в общем, это для девятого класса. И еще немножко шлифуешь русскую математику, ну, в том плане, что какие-то нововведения этого года добавляешь в свою подготовку, ну, уже легче, и тогда, получается, ты готовишься без какого-то надрыва, не перегружаешься в девятом классе. Вот, потом идет десятый класс, он как бы для отдыха, но, думаю, отдых такой в кавычках, то есть, думаю, это ты продолжаешь пробовать себя, потому что там советуют сначала выбрать свое направление, а потом начать его тестировать. Ну, например, там, ты выбрал IT, там, программирование, надо пойти на какие-то курсы по программированию, попробовать себя в этом, то есть, ну, есть какие-то варианты, где ты можешь на себя применить. А, кстати, я еще проходила шикарный совершенно курс, прошивка, у нас была даже коллаборация с ними, с ребятами, это веб-дизайн, то есть, веб-дизайн примеряешь на себя, для старшеклассников вообще супер, вот очень рекомендую, кстати, спрошу у них, ссылочка тоже прикреплена в описании, то есть, там ты проходишь обучение как стажировка в дизайнерском агентстве, я там, кстати, научилась фотошопом хорошо работать, вот обложки, которые видятся на нашем канале, это вот результат моего там совершенствования, там проходишь фотошоп и иллюстратор, то есть, ты можешь и с фотографиями всякие штуки делать, и рисовать всякие такие интересные вещи, ну, вот, на компьютере, так что, вот, если у кого-то есть к этому склонность, можно прямо на себя примерить и посмотреть, нравится тебе этим работать или нет. Мне, кстати, нравится, но у меня, если честно, для этого, ну, времени хватает, поэтому я понимаю, что я сейчас не смогла бы работать прямо вот веб-дизайнером, хотя очень классно, нравится мне. Вот, у Вани именно к веб-дизайну не лежит душа, хотя он там в Майнкрафте сам себе скин сделал, то есть, немножко любит, там, фотошопом, там, делает себе обложки на свой канал по Майнкрафту, потом он монтажом занимается, но мне кажется, ему интересны какие-то программы, такие фишечки. В общем, тоже надо все пробовать, тестировать, а вот еще повод. Вот, восьмой класс, прийти в гости к друзьям, у которых папы работают в всех областях, ну, может быть, и мамы, которые интересны ребенку, и пообщаться. Ну, вот, как это в жизни, то есть, а что нравится человеку, чем он живет. Вот, посмотрите, тебе это подойдет или нет. В общем, восьмой класс, будем изучать этот мир профессии. Вот, и, значит, как мы пошли учиться. А, а одиннадцатый, ну, десятый, как бы, отдыхаем, а одиннадцатый готовимся к ЕГЭ. Вот такая программа. Мы сейчас идем на восьмой класс, русский математик, это два курса оплачиваются. И вот профориентация входит, мы сейчас как раз ее проходим, осталось беседа с психологом. И когда она пройдет, мы обязательно снимем для вас видео и поделимся всеми нашими вот такими актами. А, знаете, и тогда результаты первого тестирования тоже я вам приложу, вот, отдельное видео сниму именно по профориентации Вани. Это видео больше вот немножко об этой вот в целом теме профориентации и о том, как оформить оплату с материнского капитала. Значит, там получилось по 28 900 каждый курс, и это можно оплатить с капиталом. Значит, мы вначале внесли, по-моему, 6 тысяч, это для открытия доступа к этим курсам и профориентации. Но они нам вернутся на карточку, как только оплата придет им в центр с материнского капитала. И как мы делаем эту оплату? Сначала, я как-то немножко сначала запуталась, поэтому хочу вам алгоритм весь рассказать, чтобы вам было проще, если тоже пойдете этим путем. Вы в центре образовательном заключаете договор, и вам выдают на руки, но они знают, что нужно, очень подробный договор со всеми своими реквизитами, ненами, ненами, биками, шмиками, в общем, все, что нужно, все там будет. После этого вы заходите на сайт пенсионного фонда, и там записываетесь на прием. Я сначала сделала наоборот, сначала оформила заявление, а потом записалась, и у меня даже первое заявление аннулировалось, потому что вообще нужно подать заявление в электронном виде на госуслугах, на распоряжение частью средств материнского капитала, и чтобы эти, ну, в разделе образование, дополнительное образование. Но, когда вы его уже оформите на госуслугах, у вас будет три рабочих дня, чтобы донести в пенсионный фонд оригиналы всех документов. А там сейчас очередь прям большая на запись, то есть я записалась, и там только через две недели была моя запись. Поэтому лучше сначала записаться, и за три дня до этой даты зайти на сайт госуслуги и оформить заявление на распоряжение частью материнского капитала. Там, ну, как бы все сказано, какие нужны сведения о вас, о ребенке, о вот этом центре, все прописываете, отправляете. И там три дня идет на рассмотрение. Как раз вот за эти три дня рабочих, то есть выходные не считаются, вы доедете до пенсионного фонда, у вас уже запись. И, кстати, если у вас нужно оформить даже в одном месте, но не один курс, вот у меня было два курса, мне надо было оформить два заявления. И, как потом оказалось, нужно было сделать и две записи в пенсионном фонде. Я-то, как в пенсионный фонд записалась, ну как, я же одна прихожу с одним делом. Одна запись, а мне сказали, что, оказывается, нужно было забить для себя два времени, то есть две записи. Ну, может быть, вам на будущее тоже пригодится, но мне все-таки в итоге все оформили. И, в общем, вот, потом приезжаем в центр пенсионный, берем с собой свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка или паспорт, смотря что у него. С НИЛС свой и ребенка и оригинал вот этого договора с образовательным центром. Причем вам центр выдаст в двух экземплярах. Оригинал вы его оставляете себе и заверенную копию. Вот заверенную копию вы относите в пенсионный фонд и там ее оставляете. И все, там без проблем оформляют, все подписываете. Так что я все оформила, теперь жду, когда все переведут. Ну, там как бы все нормально переведут, потому что там оплата до 30 сентября должна прийти в центр. И как раз тут вот сейчас конец июля, им много времени, так что все дойдет. Вот. И знаете, еще такой момент, сейчас в пенсионном фонде вдруг кому-то актуально. Сейчас же идет выплата всем школьникам, да, 10 тысяч от президента. И там вообще это заявление оформляется на госуслугах. Ну, я вот сейчас сидела, да, в пенсионном фонде и со своим вот этим заявлением насчет распоряжения материнским капиталом. И там было очень много людей, кто не смог оформить вот эту выплату 10 тысяч через сайт госуслуг. И так вот сейчас мы с подругой Леной пообщались и поняли, что, видимо, это те, кто пытались сделать оформление этой выплаты на сайте. Вот прям заходят на сайт госуслуги, раздел-то выплат этих 10 тысяч, туда кликают, и вот там почему-то ничего не оформляется. А хорошо оформляется в том случае, если вам на почту пришло письмо от госуслуг, что уже заявление ваше подготовлено, проверьте данные и можете его отправить. Вот если такое пришло, то есть вы не первый раз получаете какие-то выплаты, то вот это работает отлично, все быстро вы проверяете, ну, может, какие-то небольшие коррективы вносите, отправляете, и вам действительно после 16 августа должны будут прийти 10 тысяч на каждого школьника. Вот, поэтому вот такие вот новости из пенсионного фонда. Очень хотела с вами этим поделиться, пока не забыла, пока все свежо. Вот, смотрите, в каком я красивом лесочке, слышите, птички поют. Тут, конечно, и дорога не так далеко, даже кольцевая. Это, кстати, недалеко от того леса, который мы для вас сняли, гуляли с Андреем на годовщину свадьбы. Но я думаю, я то видео после этого уже смонтирую, вам пришлю, но чтобы более свежие данные вам, это видео вставлю. А то будет, видимо, следующим тоже посмотрите. Очень красивый здесь лес. И вот, птички поют. Вот такой вот тимочек здесь, такие дорожки. Вот, немножко вам такой красоты. Ну, я бы была вас всех видеть на своем канале. Подписывайтесь, поддерживайте меня лайками. Пишите в комментариях, как вы ищете для ребят, куда им поступать в будущем. Как вы, возможно, оплачиваете какие-то курсы, какие-то, может, лайфхаки знаете. В общем, делитесь. Я сейчас в поиске и выбора профессий, и разных курсов. Может быть, вы еще знаете какие-то такие, как бы, кружки, занятия дополнительные, где ребенок может попробовать себя в разных профессиях. Ну, не так, как вот город Мастерополь, как-то Кинбург. Ну, вот есть такие, ну, большие, как музеи игровые. А, ну, прям реально, ну, более по-взрослому все это на себе ощутить. Так что пишите. Буду очень вам рада. Жду ваших комментариев. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok